Я зашёл в интернет, и через 5 минут деньги уже были у меня на карте. И сколько вы им остались должны? Миллион ста. Нужно было предоставить некий залу, квартиру. Мы формально у вас покупаем имущество и формально сдаём вам в аренду. Ты даёшь им договор, они его не читают. Я подниму всех на уши ваших родственников и знакомых. Мне за сегодня звонили 80 раз. Все средства связи, всё было, так скажем, не особо законно. Хотя бы на жизнь найти бы денег, потому что не говоря о том, что оплачивать. Менталитет такой. «Да я не буду платить, кто они такие нафиг». Привет, друзья! Идея этого выпуска у нас родилась из нескольких выпусков. Мы тут пока снимали про кризис, несколько раз слышали одну и ту же историю. Человека уволили с работы, он остался без денег, банк закрыл кредит. Куда деваться? Обратился в микрозаймы и попал уже по-настоящему. Я вдруг осознал, что это сейчас становится очень большой проблемой. Особенно за пределами Москвы, где всё, как известно, жёстче. Людям настолько отчаянно нужны деньги, что они соглашаются на любые варианты, практически не думая о последствиях. Мы решили разобраться, что это за рынок такой, насколько он легален. Какова, если сравнивать с айсбергом, у него подводная часть? Ну и ещё два вопроса меня очень интересовали в связи с этим. Первый – чем мы думаем, когда подписываем эти договоры? И второе – что делать, если ты спохватился, но уже поздно? Порядка пяти лет назад я устроился вахтовым методом работать. Мне нужны были деньги на проезд, потому что в тот момент я нигде не работал. Вот я обратился в одну из контор, взял небольшую сумму, потому что первый заём они большой не дают. Буквально на проезд, на билет и на дорогу, грубо говоря. В конце декабря у меня получилось, что с работой немножко стало хуже. Ну и мне, скажем так, недоплатили ту часть суммы, которую я рассчитывал, а долг продолжал висеть и копиться. Я услышал рекламу по радио, то есть то, что выдаются займы безработам и так далее. Это по радио крутилось. И эта мысль у меня засела, и после того, как эта необходимость появилась, я зашёл в интернет, нашёл этот сайт, и, грубо говоря, через пять минут деньги уже были у меня на карте. Вас как-то проверяли? Вас попросили фото с паспортом, какие-то ещё документы? Фотографию паспорта, да, и мою фотографию с паспортом. Ну, селфи с паспортом, соответственно. Что вы почувствовали, когда к вам на карту упали эти десять тысяч? Суперлёгкие деньги, наверное, самые лёгкие в моей жизни. И, ну, как сказать, это такое ощущение, словно игра в казино. То есть ты выиграл деньги, как будто ни за что ты их получил, соответственно. После этого начались проблемы из-за коронавируса с работы. И чтобы отдать тот займ, я принял волевое решение взять ещё один займ, чтобы отдать тот. В той же организации или в другой? Во второй организации вам так же легко выдали деньги, и никаких вопросов по поводу того, что вы где-то чёрты должны, тоже не было? Во второй организации, скажу, больше даже не нужно было паспорт управлять. А где вы такую нашли? В интернете просто? Да, то есть по запросу деньги на карту, то есть онлайн займ будет. А сейчас вы понимаете, сколько вы должны в общей сложности? Я знаю только сумму, которую я занял в общем. Но со всеми штрафами, со всеми процентами я абсолютно без понятия, сколько я должен на сегодняшний день. 150 тысяч – это я займ, то есть деньги, которые я получил. Вы работали в банке, да? Всё у вас было прекрасно. И в какой-то момент вы ударились в ставки, да? Да. И что произошло дальше с вашей работой? Служба безопасности банка ВТБ-24 проверила мои операции по карте, увидела, что у меня перечисление денежных средств идёт на игровые счета, и, соответственно, мы меня попросили уволиться, чтобы не уволили меня по цепи. Куда вы вкладывали деньги? Где вы играли? На чём? Это была бакмикерская контора. Судя по тому, что в этой истории появились микрозаймы, вам вести перестало в какой-то момент? Потерялась, скажем так, логика. Какая-то логика, либо хотя бы даже не логика, а просто разумность действий. Тебе не важно абсолютно, на что вы ставите, главное ставите. Вы в какой-то момент начали брать микрозаймы, правильно? Да, всё верно. И этот долг постепенно рискнул предположить рост? Конечно. И вы занимали у одних, чтобы отдать другим, у третьих, чтобы отдать тем и так далее? Да, да. И да, понятная история. И сколько в итоге вы набрали? Ну, это около 100 тысяч, наверное, по микрозаймам. И при этом на тот момент у меня была очень неплохая кредитная история, и я, соответственно, набрал ещё кредит. То есть тоже это в районе 100 тысяч будет. То есть в общей сумме у меня заболтанность накатилась более 200 тысяч рублей, в связи с тем, что там просто космические кредитные кредитные. Ранее я уже неоднократно рассказывал вам о сервисе «Профи.ру», на котором можно найти специалиста практически из любой сферы. На «Профи.ру» я нашёл тех, кто научил меня кататься на мопеде, чинил сантехнику и чистил диван у нас в редакции. И это лишь малая часть тех задач, которые можно решить с «Профи.ру». В этом сервисе зарегистрированы почти миллион специалистов, которые могут оказать более чем 700 видов услуг. Есть на «Профи.ру» и те, кто могут быть полезны нам, редакции. Например, операторы. В первую очередь это касается наших командировок. Если мы куда-то едем, то периодически ищем людей, которые могут поработать с нами на месте. Найти такого человека как раз можно на «Профи.ру». Благо, что «Профи.ру» есть не только в Москве, но и во всех крупных городах России. Специалисты сами будут откликаться на ваши предложения. Вы можете смотреть их профили, читать отзывы, сравнивать цены и выбирать по вашим личным критериям, с кем работать. В общем, советую самим попробовать. Если вам нужно установить кондиционер, перевести мебель на дачу, починить компьютер, срочно устранить течь в ванной или даже доставить что-то куда-то, обращайтесь к «Профи». Ссылка на приложение в описании. Кстати, если вы сами профессионал в какой-то сфере и вам нужны новые клиенты и заказы, то зарегистрируйтесь на «Профи.ру» для специалистов. Без работы не останетесь. Ссылочка на это приложение также в описании. Очень много слышать приходится про кошмарные ставки, когда люди берут 10 тысяч и через некоторое время должны уже 300. Какие сейчас максимальные ставки? Ведь это ограничено законом, насколько я знаю. С 1 января этого года максимальная сумма начисленных процентов, штрафов, пеней, то есть всего, чего может быть дополнительно, это так называемые полтора икса. То есть взяли 100 рублей, даже если вы в просрочке находитесь, больше чем 150 вы не должны возвращать. Понятно, что это может не относиться к старым вещам. То есть если я это занял в 2018 году, то на меня это регулирование не распространяется? Тогда было немножко другое ограничение. Тогда было надо смотреть, какой период в 2018 году или 2,5 или 2 икса. Есть несколько продуктов. Есть продукт, так называемый спецпродукт, который на эти ставки начисляется 2% в день, но максимальное начисление, максимальные проценты, которые вы заплатите, это 30%. То есть если я занял 10 тысяч, вы вернёте 13. И даже если я просрочил и отдал потом, всё равно 13. Всё равно 13. Есть продукт более длинный, он рассчитан, например, на 2 недели или на месяц. Ты взял и не платишь по разным причинам. Скрываешься, у тебя пропали доходы, просто ты решил обмануть. Таких на самом деле тоже много. Там максимально, взял 10 тысяч, максимальная сумма, которую ты заплатишь, будет 25 тысяч рублей. Это ограничение сверху, 150%. Это ограничение сверху. То есть больше, чем 150% сейчас невозможно? Невозможно сделать. Откуда же берутся в таком количестве историй, что люди, оказывается, должны какие-то огромные суммы? Вообще у рынка самая большая проблема была связана с так называемыми чёрными кредиторами, с нелегальными кредиторами, которые в целом даже в реестре Центробанка не состоят, но занимались и занимаются до сих пор кредитованием. Раньше было возможно взять кредит, там, не знаю, 100-200 тысяч рублей и оставить залог в квартиру. Ты идёшь, занимаешься, закладываешь квартиру. Ставка какая-то там огромная, космическая. Кредитор, он уже знает, что ты её не будешь возвращать. У него вся деятельность направлена на отъём собственности. Он представляется, что он МФО, микрофинансовая организация, по факту не является, не являющийся. Когда наступает срок, выясняется, что квартира уже не твоя. В этой квартире я родилась и прожила всю свою жизнь. Но определённым образом сложились обстоятельства, то, что мне нужны были деньги на прохождение лечения. Я взяла кредит в банке. Там были драконовские проценты, 38% годовых. И мне предложили перекредитоваться. В МФО, да? Да. И таким образом я оказалась в МФО. А в каком МФО? Центр займов – 365. Это 2016 год? Это 2016 год. Ещё никаких ограничений по процентам тогда нет, напомню. Тогда не было никаких ограничений по процентам. А вы перекредитовались и стали, соответственно, клиентом этой МФО? Да. Стала клиентом МФО. Одним из условий работы с этим МФО нужно было предоставить некий залог. Залог – квартиру. Не могу вас не спросить, Наталья, при всём уважении, чем вы думали? Вот в том-то и дело, чем я думала. Я бы тоже хотела об этом спросить. Через два месяца мне звонит сотрудник якобы службы безопасности этой МФО, приезжает ко мне и показывает документы. Вы знаете, вы не платильщик, и ваша квартира перешла в собственность нашей микрофинансовой организации. Подождите, вы же всё платили, вы говорите. У меня есть документы на руках. Я ему показываю. Нет, говорит, вы не платильщик, вы вот такая ситуация. Но у нас есть к вам предложение. Вы можете погасить полностью этот займ, и мы с вами расходимся, мы вам возвращаем квартиру. Я связываюсь со своим работодателем, который… А сколько это стоило, погасить весь займ? 3 миллиона 800. Я говорю, хорошо. Я договариваюсь со своим работодателем, который готов выплатить за меня этот займ. Мы пишем официальное письмо в компанию. Одно, второе, третье. Просим предоставить правильные реквизиты. Это очень важный момент, потому что реквизиты у компании меняются постоянно. Ваш работодатель был готов заплатить за вас 3 миллиона 800 тысяч, но вы не смогли этого сделать, потому что МФО не предоставило правильных реквизитов. И с этого все платежи возвращались. Вообще они не отозвались никак. Они отморозились. Они отморозились. Исчезли. Они исчезли. А потом к вам пришли судебные приставы. Ко мне не пришли судебные приставы. Мне позвонил некий гражданин Фролов Евгений Михайлович. И говорит, а это моя квартира. Я ее купил у МФО за 5 миллионов. Я пошла в полицию, но сразу на меня этот новый собственник подал в суд. И я была повязана в судах. Суд за что? За то, что вы живете в его квартире? Да, на выселение. Снятие с регистрационного учета и выселение. При этом у вас двое несовершеннолетних дочерей. Нет, одна была совершеннолетняя, другая несовершеннолетняя. И нет другого жилья. И нет другого жилья. Ну и, короче говоря, нас силой оттуда выпихнули. Не дали забрать никаких вещей, кроме вот как у меня, в чем были, я, собака и какие-то документы. Остальное все заперли в квартире. Так, вот моя квартира. Арест, арест, арест. Это я писала. Так как квартира была выставлена на продажу, мне нужно было каким-то образом защищаться и хоть визуально оставить какой-то след. А микрофинансовая организация продолжает работать? Официально нет. Их никто не может найти. Даже сотрудники органов. Или же они не хотят их искать. Я нашла уже других пострадавших от этой же компании. Таких же, как вы? Да. Потом выяснилась связь, что таких много людей. Сколько? Ну, вот порядка девятисот человек. Девятисот? Да. По заявлениям от разных организаций подобные. Но между собой они все... Скольких вы видели лично? Личных я... Общались? Ну, человек сто, сто двадцать точно. И что сейчас? В каком состоянии ваша тяжба? В настоящее время, вот с августа, с микрофинансовой организацией у меня был только один суд. А так как у нас пошёл карантин, всё. Вот ближайшее заседание мне назначено на одиннадцатое июня. Вот смотрите, суть схемы. Притом она касается не только недвижимости, но и движимости. Человек приходит под объявление «Заём быстро, с низкими процентами». Вот реально вы найдёте это в интернете, да? Дальше он приходит, ему говорят. Ну, вот у нас такая форма договора. Мы формально у вас покупаем имущество и формально сдаём вам в аренду. Вы платите нам арендные платежи, и эти арендные платежи меньше, потому что это тогда там то, сё, ну, короче, идёт танец с бублями. После этого человек подписывает. А так как это арендные платежи, и он уже подписал, ну, отступной или как угодно, да, как говорили в советское время, купчую квартиру, то, соответственно, он уже фактически лишается прав. Дальше очень просто. Если он просрочит арендный платёж, так называемый арендный платёж, он уже все бумаги подписал, он, более того, в случае с машиной уже отдал ключи и оригинал ПТС. Люди идут и регистрируют это дело, потому что он одновременно подписал ДВС, и говорят, ты просрочил платёж, и вперёд и с песней. Тебе дают деньги взаймы, но способом обеспечения обязательств придумана вот эта схема, когда ты переоформляешь собственность на этого взаимодавца, тот, кто тебе даёт деньги в долг, а он тебе обещает, даёт возможность выкупить назад. То есть это называется обратный лизинг. То есть я отдал ему свою машину, и у него же взял в аренду. Или я ему продал свою квартиру, и у него её арендую. Ну не арендуешь, а заключаешь договор выкупа, ну в рассрочку. Вроде как ты его покупаешь. Ну в рассрочку я покупаю обратно собственную квартиру. Да. Тот, кто делает возвратный лизинг, а он не стоит на учёте в ЦБ, он и не должен стоять, он просто занимается куплей-продажей. А, ну то есть просто я уже не МФО, я какой-то ИП, который предлагает вам продать мне квартиру и потом её у меня выкупить. А я за это дам деньги. Да. И для них в данном случае нету никаких ограничений по суммам, которые этот клиент должен им будет заплатить. То есть штрафы какие угодно, неустойки какие угодно. Для того, чтобы когда человек перестаёт платить, тут же машину изъять, сказать спасибо. Машина-то нам принадлежит. Но вы не выплатили. Договор расторгаем. Всего доброго. До свидания. Слышали ли вы что-нибудь про республику Галаад, где полный тоталитаризм? У власти стоят военные, а женщины лишены свободы и любых прав. Им нельзя читать, писать, работать, любить и повторно выходить замуж. Это, конечно же, вымышленная страна, которую придумала известная канадская писательница Маргарет Этлуд. Именно в этом страшном государстве разворачивается действие интеллектуального бестселлера Этлуд «Рассказ служанки». Думаю, многие из вас эту книгу читали и ещё больше слышали о ней, потому что по мотивам снят одноимённый сериал. «Антиутопия. Рассказ служанки» вышла в 1985-м, а в прошлом, в 2019-м, вышло её продолжение, роман «Заветы». И за эту работу Этлуд получила Букеровскую премию. В «Заветах» рассказывается о том, что произошло через 15 лет после событий, изложенных в рассказе служанки. Познакомиться с новинкой уже можно на русском языке. Буквально пару недель назад вышел долгожданный перевод. И лучше всего это делать с помощью приложения «Литрес». Там «Заветы» можно как почитать, так и послушать. Что удобно, если у вас нет времени на чтение. «Литрес» – крупнейший сервис электронных и аудиокниг. Тут можно найти больше миллиона книг на любой вкус. А новинки появляются раньше, чем на полках книжных магазинов. В начале июня «Литрес» запустил собственные книжные сериалы совместно с популярными авторами. Они выходят одновременно в электронном и аудиоформатах. Такого синхрона нет ни у кого. Начали с апокалиптического романа «Катастрофа» Олега Роя «Яхта» и авантюрного детектива «Три героини на карантине» Антона Чижа. Кстати, «Литрес» недавно стал ещё удобнее. Теперь и электронные, и аудиокниги находятся в одном приложении с единым плеером и читалкой. В описании ищите промокод. По нему вы можете получить книгу в подарок, а также 25-процентную скидку на основной ассортимент «Литрес». «Литрес» – вся сила книг у вас в руках. Александр, вы у нас в Нижнем Тагиле, да? Да, всё верно. Серьёзные места. Вам понадобились деньги, вы решили клюнуть на объявление деньги под залог ПТС, правильно? Ну, скажем так, даже я не то что клюнул, я просто перешёл по ссылке на этот сайт и буквально минуту через три они уже сами мне перезвонили. Вы приехали в офис, и что там произошло? Расскажите. Ну, в офисе мне, в принципе, подтвердили всё то же самое. То есть слова были только «залог», «залог», а лизинги вообще ни слова не было. В принципе, и в договоре, когда я подписывал, я тоже подписывал договор займа, но уже на выходе, когда я выходил, менеджер меня остановил и говорит, я тут допустил ошибку в договоре, давайте быстренько я распечатаю, мы переподпишем, и вы можете быть свободными. Естественно, то, что она перераспечатала, я не читал. И даже не смотрел, просто расписался и всё. А это был договор по декупле-продаже, наверное, да? Да, и там, знаете, целая экипа бумаг, поэтому там присутствует всё. Договор купли-продажи, передача, осмотр автомобиля. Там прям, наверное, листов 20-30. И вы не глядя всё это подмахнули? Ну да, да. Понятно. И сколько? 85 тысяч вам выдали на руки? Да. Не на руки, переводом на карту. Какой был ежемесячный платёж? 10 тысяч 11 рублей. В июне я попал на больничный, у меня был больничный лист, полтора месяца у меня травма была. Я обратился к ним в офис, объяснил ситуацию, они говорят, да, без проблем, мы вам всё долги испишем. Когда я обратился в офис к ним опять, та девушка-менеджер, которая была очень милая при составлении договора, куда-то вся её милота пропала уже на тот момент, и она как бы, ну, не знаю, не знаю, не мои проблемы. То есть платите через банк по тем реквизитам, которые вам пришли в СМС. Ну, естественно, платить через банк – это 3-5 рабочих дней, ну и за эти дни опять насчитываются штрафы. А штрафы там первую неделю по 700 рублей, а далее 4 тысячи рублей в день. И сколько вы им остались должны в итоге? Последнюю сумму я видел в марте 2019 года – миллион сто. Миллион сто вы им остались должны? Да, да, да. А сколько стоила машина, кстати? Покупал я её до заключения договора за 4 месяца, до этого за 290 тысяч. То есть, ещё раз, машина вся стоила 290 тысяч, а по итогу вы остались им должны больше миллиона. Да, примерно так. Отличные бизнесы. Что произошло дальше? Они сами вышли на меня в суд. О суде я ничего не знал. Суд прошёл в декабре 2018 года, числа 10-го, наверное, и 20-го. Они приехали забирать у меня машину. Забрали? Ну, как бы самостоятельно, естественно, им отказал. Я говорю, я вам ничего отдавать не буду. У нас там получилась небольшая потасовка. Короче, вызвали милицию. Мне дали двое суток ареста за хулиганство. И в этот момент они от отдела полиции просто на эвакуаторе её увезли. Есть у нас такая большая беда. Есть сам по себе легальный микрофинансовый рынок. То есть, это компании, которые обладают лицей. А всё, что ушло с этого рынка, по сути, компании, которые не соответствуют этим требованиям, они никуда же не делись. Люди точно так же остались, работают и выдают займы кто как может. И нарисовался ещё один сегмент тех, кто кредитует, обходя регулирование Банка России. И вот в прошлый год, это самая ужасная история, это был обратный выкуп. Как вот история с автомобилями и история с квартирами. По сути, человек, когда видит рекламу, он вообще, в принципе, различить не может. Чего не делает государство для борьбы с чёрными кредиторами? Вы сами говорите, чёрные кредиторы правильно. Правильно. Это самый правильный вопрос. Вот мы, как официальные кредиторы, которые стоим в реестре, состоим в саморегулируемой организации, в крупнейшем на рынке, мы просим уже несколько лет введите уголовную ответственность за непрофессиональную кредиторскую деятельность. Если ты кредитуешь физических лиц, не состоя в реестре Центробанка, пожалуйста, дайте ей там срок. Год, пять, ну хоть какой-нибудь. А сейчас много таких? Кто кредитует, не состоя в реестре? Да, несколько тысяч. В России? В России. Организации? Организации. Штраф знаете какой? Какой? 50 тысяч рублей. Вопрос о том, что происходит это опять же в регионах, где большая коррупционная составляющая. Потому что невозможно осуществлять эту деятельность что МФО, что коллекторов без соответствующей крыши со стороны тех, кто должен это всё пресекать. То есть когда белые коллекторы, с которыми мы общаемся, говорят отрегулируйте рынок, говорят, что мы призываем, чтобы ввели уголовную ответственность за незаконную деятельность по выдаче микрозаймов, и этого не происходит, не происходит, не происходит, мы понимаем, что есть интересанты. Абсолютно. Смотрите, даже для белых МФО есть интересанты. С прошлого года в закон об МФО внесли изменения, что МФО не могут выдавать кредиты, займы под залог недвижимости. Но оставили маленькую лазейку, если физическое лицо получает эти деньги не для предпринимательской деятельности. А вот если для предпринимательской, то можно. А, хитро. Хитро, конечно. И это повсеместно. И это сделано совершенно сознательно. Абсолютно. Не то, что просто кто-то не доглядел на стадии закон Брайка. Абсолютно сознательно, потому что я считаю, моё личное мнение, что вообще бизнес МФО он очень близко аффилирован к чиновникам, к тем людям, которые принимают законы. Это, я думаю, для тех, кто работает в этой сфере, не секрет. И, соответственно, те, кто принимают законы, лоббируют именно свои интересы таким вот образом. Я вот эту мысль, друзья, хочу ещё раз объяснить, потому что она, мне кажется, ключевая и всё объясняет. Мы всё время пытаемся зарегулировать белую часть рынка, которая уже неплохо отрегулирована. Тут есть ограничения по процентам, тут есть жёсткие ограничения по работе коллекторов, тут есть надзор Центробанка. И если что-то неприятное случается, то регуляторы снова устремляются регулировать эту белую часть. В итоге она, как шагреневая кожа, становится всё меньше, меньше, сжимается, сжимается. А всё перетекает в серую и чёрную зону, где всё как раз как мы любим. Чёрные коллекторы с жёсткими методами, никаких ограничений по процентным ставкам, залог квартиры машин и их отжатия в итоге. И главное, совершенно никакого регулирования. Такое впечатление, что этой части просто нет. Потому что у нас есть белая, и мы её регулируем. На любой сайт кредитора, который вы зайдёте, в поисковой системе он будет помечен. Там будет такая метка зелёная, там состоит в реестре Центробанка. И если его там нет, это плохой знак для меня? Это очень плохой знак. Типа «беги». Типа «лучше там не занимать», потому что методы взыскания будут 100% нелегальные. То есть там могут и машину разбить? И сжечь. Ну, такое же было. Вы сейчас рисуете до некоторой степени всё-таки чёрно-белый мир. Вот есть мы в белой зоне, есть они чёрные кредиторы. Вот я слышал, что поскольку мир не чёрно-белый, часто так бывает, что в общем одни иногда и есть другие. Есть такая история. Есть такие компании, которые становятся в реестр Центробанка, даже их по несколько, там имеют запасные компании, и работают в чёрной зоне. Есть такая тема. То есть я полез, проверил, зелёную галочку увидел, а ко мне потом всё равно пришли машины уже и сожгли. К сожалению, такое может быть. Я виноват в этом только сам, потому что я влез в это. Но, так скажем, я понимал, но потом уже, грубо говоря, пятый или шестой займ, я уже не читал, просто подписывал всё и так далее. Так, и что в итоге? В итоге вы столкнулись с коллекторами. Да, после этого моя жизнь поделилась, так скажем, на то и после. А вначале это были звонки. Ну, то есть звонки такого рода, как будто мне звонит не представитель организации какой-либо, а, так скажем, братки. Ну, то есть начинаются сразу на «ты» разговоры, когда вернёшь деньги, ты мне должен, ну, то есть не организация, ты мне должен такие вопросы, то есть на вопрос «кто это?», ну, вообще, зачем вы мне звоните, какая-то организация? Говорят, какая разница? Вот сегодня отправляешь деньги, ты занимал, если не отправишь, тебе будет плохо. Если до завтра, до 10 утра долг не будет погашен, я начинаю выездные мероприятия. Пообщаемся с вами лично. Я подниму всех на уши ваших родственников, знакомых. Я обещаю, под ваш дырявый рот. После этого начались звонки моим близким, моим друзьям, моей маме, то есть моей девушке. И, ну, то есть разговоры были такие, если он не вернёт деньги, вернёшь ты. А если, допустим, он потеряется, или ты потеряешься, мы знаем, где ты живёшь, мы знаем, на какой машине ты ездишь. Ну, это ж твоя мамочка, да? Ну, и чё? Ну, чтобы вы понимали, сейчас на часах 15-10, мне за сегодня звонили 80 раз. 80 раз? С разных номеров или с одного и того же? С разных. У меня сейчас в блок-листе в телефоне больше 700 номеров. А у вас такой термин «трещотка» использовался? Я понял, о чём вы говорите, но особо нет. То есть у нас, смотрите как, сотрудники работали разными методами. То есть конкретно я работал не чтобы человека достать, а чтобы был результат прежде всего. Это что значит, поясните? Ну, это значит, что мне хватало, в принципе, двух звонков в день максимум, чтобы до человека довести и достичь своей цели. Как правило, мы искали различные методы, то есть выходили на родственников, на знакомых, то есть без всякого фанатизма, никакого там конкретных прям угроз, ничего такого нет. Главное, чем до человека достучаться вовнутрь. Очень сильно отдаёт по психике. Мои фотографии начали появляться в интернете. Во всех пабликах моего города. Во всех пабликах мест, где я учился. А что там было сказано? Что вы денег не отдаёте или что? Да, фотографии с паспортом, с надписью «Должник». И кто знает, где он находится, напишите в личку. А в какой момент долг передаётся коллекторам? Ну, у каждой организации по-разному. В целом, вот сейчас раньше передавалось примерно год, 360 дней, иногда больше. Сейчас раньше, потому что сейчас это невыгодно делать, долго держать в себе долг. А почему? Вот эти ограничения, которые мы раньше говорили про 150%, они предельные начисления достигаются примерно на 150-й день просрочки. Если клиент за 150 дней ничего нет, можно его продать в коллекторское агентство. Вы продали, и дальше вас не касается то, что происходит с вашим клиентом проданным? В целом, да. В целом, да. Но, опять-таки… Если его там вывезли в лес и ему всё отбили, то вы тут уже ни при чём. Но смотрите, есть… Коллекторский бизнес также регулируется федеральным закладом. Нет, нет, вы при себе скажите. Вы уже к этому никакого отношения не имеете? Мы методы воздействия на клиента, который оказывает коллекторское агентство, мы несем за это ответственность. Ты постоянно настроен звонить, 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 звонить. То есть ты приходишь вечером домой, ты звонишь. В течение дня даже перерыва нет, если честно. На сотрудников взыскания обычно план спускается. Вот к тебе войдёт в работу в месяц, например, 250 человек. Соответственно, там, не знаю, 30 из них должны заплатить деньги. У тебя будет… Соответственно, либо ты получишь премию, либо ты не получишь. Понятное дело, если у вас будет стоять план, и ваша премия будет зависеть, конечно, вы там на работе окей, я выполняю, мне нельзя звонить, потому что там записывается всё, потому что если придёт запрос по ССП, опять будут поднимут все записи, у СМС-шлюза проверят, сколько СМС-ек отправлено, меня там накажут. Что я делаю? Я иду вечером, звоню с своего личного телефона. И это невозможно уже про… А как? Ну я позвонил сам. Я сотрудник, я сам позвонил. Вы звоните даже из дома, не только из конторы, да? Да, ну потому что планы, сами знаете, ставят компании, поэтому не так просто его достичь во время рабочего дня, не хватает времени. А ведь это незаконно, насколько я знаю, со своего телефона звонить должникам? А у нас своего телефона и не было. Все сим-карты, абсолютно все средства связи, всё было не особо законно. А, да? То есть всё это всё равно в серой зоне, да? Ну конечно. Сами понимаете, что это быстро всё вычисляется, если это всё оформлено на людей живых, так скажем. Я работала непосредственно менеджером по выдаче займов. И как это всё происходило? Как сложно было получить или как легко было получить? В зависимости, какие люди именно приходили. Если это приходили, например, пенсионеры, ИП, они, в принципе, легко получали займы. А долго ли занимала проверка? На самом деле нет. Проверка в среднем 5-10 минут. 10 минут – это прям максимальный такой срок, если они могут с первого раза дозвониться до номеров, которые были предоставлены при подаче. Много приходило пенсионеров? Пенсионеров очень много. В основном клиенты, которые приходят и обращаются, это как раз пенсионеры. Был у нас один постоянный клиент. Он был пенсионер, военная пенсия у него была. Он всегда к нам приходил такой весёлый. Я один раз… Он брал что-то там в районе 25 тысяч, мне кажется, сайма он брал. И я прям писала, что он пьяный, человек вообще еле на ногах стоит. Они ему одобрили, выдали 25 тысяч спокойно. Он взял их и пошёл. Что потом было не помнить? Нет, он пришёл, закрыл, конечно. Он пролонгацию делал, своего договора. Но просто сам факт… Вот он показатель. Ты пишешь сотруднику, который должен одобрить эту заявку, что человек находится в нетрезвом состоянии. То есть, скорее всего, человек не совсем понимает, что он делает. Ну, значит, он может и не вспомнить потом. Да. И как бы… Нет. Он же постоянно заплатил. Бизнес ничего личного. Ну да. И он ещё и пенсионер. То есть, у него есть стабильная пенсия, с которой в судебном порядке они спокойно смогут списать деньги, которые должны. Это на самом деле отвратительно. Вот по мне так. Потому что приходят бабушки, дедушки, которые там работают уборщицами. Ну, сами понимаете, да, в каких сферах. И у них пенсия там 10-15 тысяч, и они вот приходят ещё деньги брать. А их потом ещё кинут. То есть, что-то с ними случается, и они не могут закрыть этот займ. И вот из-за своей честности, из-за силы своего воспитания они хотят прийти. То есть, они честные люди. На людей старого поколения давить психологически вообще очень легко. Говорит, что мы найдём там… Мы к вам приедем. То есть, ну, сами понимаете, бабушки, дедушки, насмотревшись телевизоров и начитавшись, наслушавшись новостей, то, что как работают коллекторы, они боятся. И они идут, платят, они отдают всё. Они будут сидеть голодные, есть одну гречку весь месяц, но они отдадут эти деньги. Это несчастное советское воспитание? В какой-то степени, да. Наверное. А финансовая грамотность людей высока была в Саратове, когда вы работали? Я вообще считаю, что у нас с этим большие проблемы. Я думаю, что люди, которые идут в микрозаймы, они абсолютно финансово неграмотные. Ты даёшь им договор, они его не читают. И так в большинстве вещей. Вы даже вот в банке, если прийти, и человеку дают кредитный договор, он подписывает его, не глядя. Очень редко, когда какой-то человек берёт и начинает читать его. И для людей-сотрудников, когда человек при нём начинает читать этот договор, это прям… Стресс. Ну, не то, что стресс, он прям, блин, я, кажется, попал. Потому что человек, который разбирается в том, что он подписывает или хотя бы он читает, он начинает задавать вопросы. А чаще всего вот такие девочки, как я, работают в микрозаймах, мы не знаем ответов на этих вопросов, которые он может нам задать. Существует множество законов, которые защищают слабую сторону договора. Она так и называется. Слабая сторона не просто физическое лицо, а слабая сторона договора. Ну, потому что на стороне профессиональных кредиторов есть юристы, коллекторские компании, а там одно физлицо и так далее. Соответственно, можно найти с кредитором, всегда можно найти, потому что кредитору невыгодно привлекать коллекторов. Это затраты. Это затраты на взыскание. То есть ваша рекомендация, если я не могу вернуть микрозайм, связаться и объяснять? Связываться с кредиторами. Связываться с кредиторами. Множество компаний, самые крупные кредиторы в России, которые занимаются кредитованием. Все идут, все дают сейчас кредитные каникулы, все дают рассрочки и идут навстречу. Но самая большая проблема в том, что ну, менталитет такой. Да я не буду платить, кто не такие нафиг, не простые. Вообще, блин, да я тут сам, выше гор. У меня проблема, почему вы ко мне лезете? У меня проблема. Да, я выше гор, я никто платить не буду. Пусть попробуйте с меня взыскать в суде. Это самое частое, что слышат сотрудники взыскать. Сейчас взыскать в суде, очень просто. Электронный документооборот, электронная подача, с ФССП взаимодействие электронной. Судебный приказ, да, очень быстро. Все списывается, все быстро. А с карты могут так списать, да? Да. Люди сами себя загоняют. Я вижу, что у меня списаны деньги, то есть без моего ведома. Я посмотрел суммы, то есть они небольшими суммами, там по 500 рублей, по 500 рублей, они их у меня списали. На мой вопрос, как так происходит, они говорят, а вы внимательно читайте договор, там маленькими буквами написано, что в случае неоплаты по должнику, мы имеем право на безакцептное списание вот этих самых средств. Как бы сейчас вот хотя бы на жизнь найти бы денег, уж не говоря о том, что оплачивать. Я работаю в Краснодаре и за речкой у меня находится Республика Адыгея, которая славится своим гостеприимством и составить тебе некоторые проблемы, если ты приехал туда один. Вся родня будет в шоке в первую очередь и ни один человек, я думаю, не допустит того, чтобы ты разговаривал с должником один на один. То есть это просто инстинктом роя, они подбегают и начинается вот этот вот разговор со всеми подряд. Зачем ты приехал? С какой целью ты беспокоишь нашего товарища дорогого? Скажите, а процедура банкротства физлица, которая недавно начала действовать, она может быть спасительной для запутавшегося заёмщика? Да, она может быть спасительной. Если сумма долга составляет от 50 до 700 тысяч рублей, то эта процедура ещё упрощена сейчас. вот как раз в период пандемии, там сейчас и законодательная инициатива есть, упростить её и провести её за счёт СРО конкурсных финансовых управляющих. И, соответственно, процедура эта упрощена. И единственный, на мой взгляд, логичный, правильный вывод из этой всей истории, если человек запутался и действительно набрал кредитов, то самый приемлемый и дешёвый для него вариант это будет банкротство физлица. Он чем ему грозит? Он не сможет совершать дорогие покупки, ездить в отпуск? Там есть несколько ограничений. Ограничения, связанные с выездом за границу, ограничения, связанные с регистрацией ИП или ООО на его имя. Он не может быть ни учредителем, ни генеральным директором и так далее. По сути своей, для рядового среднестатистического гражданина России это вполне приемлемые условия для того, чтобы избавиться от такого количества долгов. Ещё есть какая-то проблематика. Есть такие раздолжительные. Это вообще самая большая разводка бедных, несчастых граждан, которые взяли кредит, попали с кредитором, не договорились. Какая самая большая проблема? Ты не договорился с кредитором, ты забыл или забил на этот кредит и пропал на 30-60 дней. У тебя накопился долг, ты начинаешь искать в интернете, как не платить кредит. На Ютьюбе полно роликов, полно предложений юристов, как не платить кредит. Тебе юрист говорит, да мы сейчас напишем там жалобу в ЦБ, жалобу в ССП, жалобу в компанию, скажем, что ты кредит не брал, и ты ничего не будешь платить. Нормальный вариант? Я так сто раз сделал. Да, нормально. Плати мне 7 тысяч. Люди платят 7 тысяч рублей, чтобы непонятный юрист сделал вот эту там работу. Они пишут жалобы, самая частая жалоба – жалоба в ЦБ. А они заключают договор оказания услуг, типа? Или консультационных услуг? Да, абсолютно точно. В 99% случаев клиент кредит брал. Соответственно, дальше какая проблема? Эти 25 тысяч рублей, они будут взысканы в судебном порядке. И те 7 тысяч или 10 тысяч, которые заплатил юристу, он уже потратил. Он мог их потратить на… То есть все эти раздолжители, они только увеличат вашу кредитную нагрузку, если говорить научно? Да. Наверное, в 80% случаях, да. В октябре 2019 года я получил письмо из микрозаймовой организации МФК «Займер» из города Новосибирска. Письмо с требованием заплатить 40 тысяч рублей. А вы живете? В городе Москва. В городе Новосибирск я никогда не был. Соответственно, 11 тысяч – это сумма займа, а вся остальная сумма – это сумма пении за неуплату займа. Я сразу пошел в полицию в тот же день и написал заявление на возбуждение уголовного дела. Они предоставили в «Займер» мой паспорт с НИЛС, неизвестную мне симку и неизвестную мне карту. И им был выплачен кредит на эту карту. Откуда могли ваши данные взять? Я не могу сказать точно. Данные присутствуют во многих базах данных. Если какой-то человек с корыстной целью продавал эту базу данных, видимо, мои данные были в этой базе данных. Насколько просто взять кредит микрозайм по чужому паспорту? До недавнего времени это было очень просто, особенно с учетом того, что в других каких-то сервисах, где требуется фото с паспортом, была большая утечка данных. То есть условно каршеринг всегда требует фото с паспортом, когда вы хотите использовать автомобиль каршеринга. И эти данные почему-то по каким-то разным причинам утекают, в том числе и к мошенникам. Почему бы? Когда мы видим какую-то схему по финансовому машине, сейчас пирамиды, КПКшки, история с КПК – это самая жестокая история из тех, которые… КПК – это что? Это кредитные кооперативы. А там в основном пенсионеры. В прошлом году у нас было целый… Приезжаешь в город, там 300-400 пенсионеров, которые вообще не понимают, почему-то в современном мире при всем уже таком благополучии они последние свои гробовые деньги похоронили непонятно где. Есть такое понятие КПК – кредитный потребительский кооператив. Если коротко я поясню, это когда мы сельхозпроизводители, мы скинулись все, как это раньше называлось, касса взаимопомощи, мы тогда положили деньги, они под какой-то процент у нас лежат, и если кому-то из нас нужны средства, он оттуда может их взять тоже под какой-то процент. Это как должна работать эта схема. На деле, как я слышал, под маской таких КПК очень часто людей лишают последних честно нажитых денег. Каким образом? Поясните, пожалуйста. Здесь очень просто. Это же вопрос такой маски, которая под этим всем существует. И здесь нужно понимать, что КПК… Моё мнение, что сама по себе такая форма, когда давайте скинемся деньгами, поможем другой группе людей, и с этого мы поимеем процент, это было очень актуально и очень востребовано, когда у нас не работала банковская система. А в 90-е, когда занять можно было либо у братвы, либо нигде. И вот эти кооперативы, люди объединялись, какие-то свои излишки, и вся эта система хорошо работала. А сейчас у КПК практически нету никакого рынка, то есть для того, чтобы каким-то образом выдавать людям деньги в долг, у них всё по-другому строится. Вот выдали деньги, переоформили квартиру – уйди. То есть я правильно понимаю, что под вывеской кредитных потребительских кооперативов сплошь и рядом действуют просто чёрные риэлторы, которые забирают квартиры, либо просто финансовые пирамиды, которые привлекают всё новые и новые деньги и за счёт этих денег что-то возвращают тем, кто был до того? Да что говорить. Вот одна из газет бесплатных, московских, которая раздаётся возле станции, которые перевозят людей, там, если мы полистаем с вами, прекраснейшие объявления, вклад под 18% годовых, если вклад оформишь в течение недели, тебе набор продуктов в подарок. То есть расчёт полностью на пенсионеров, то, чтобы они принесли деньги, ну, такие маленькие пылесосы, они по всей стране организовываются. То есть последняя такая крупная схема, она по стране, кто реализовался, это был, по-моему, 17-й год. Бывший банкир, я сейчас не буду там фамилии вспоминать, он из тюрьмы организовал в 21-м регионе вот подобные кооперативы, которые собрали денег, и там, по-моему, они полгода прожили, и всё, закончилось. Но за эти полгода он, наверное, успел набрать не один миллион. Нет, речь идёт о сотнях миллионов и о миллиардах рублей. В этом контексте Сергей Мавроди переплюнут многократно. Если мы 10 лет назад, 5 лет назад, вот я лично думал, что проблема на самом деле поколенческая, что если, ну, просто объективно со временем люди, которые жили при советской власти, что если им показывается, ну, они верят тому, что им говорят, и более доверчиво, они просто уйдут, и как бы этих проблем не будет. То сейчас мы с вами видим, как вот в том же Ютубе одна за другим возникают пирамиды, которые съедают голову и здравый смысл у молодёжи. Сейчас поехали в фонд Гафарова. Это то, что сейчас лопнет. До этого Dream. Это когда вот эти айфоны за чёт цены, ты перечисляешь за айфон, там, какой-нибудь, не знаю, шестой, седьмой, там, даёшь им 10-15 тысяч, и приводишь четверых человек, и встаёшь в какую-то там очередь, и всего ждёшь. Кэшбери. Та история, где и в каждой этой истории светятся и медийные лица, и если там, да, вспомним, давайте, МММ, и вспомним тот же самый Хопер Инвест. Ну вот я и в Хопере. Я к вам, Катя, за акции не пришёл. Кто нас рекламировал их, и почему люди возмущались. Да, да, да. Там на Аллу Борисовну, там на кого, я же не помню. Слушайте, что поменялось в Кэшбери? Ольга Игоревна Бузова. Кэшбери Коин. У меня полный восторг. Там Николай Басков. Сейчас у нас футболисты вляпались в этот фонд Гафарова. Всего вторится, всё как встать. А сейчас у вас какой долг? По одному судебному иску, по-моему, пять тысяч рублей, а по второму двинулся. То есть вы сильно продвинулись в урегулировании этой ситуации? Да, я встретил девушку, и у меня появилась какая-то внутренняя ответственность перед этим человеком. И я понял, что когда ты один, у тебя нет ответственности ни перед кем. Тебе не надо ни за что отчитываться, тебе не надо. Это страшно. Девушка по-прежнему с вами, всё хорошо? Нет, но я ей очень благодарен, что она мне помогла выглядела. То есть это вам судьба послала человека, который вас спас, можно сказать? Да. Скажите, пожалуйста, в какой момент вы совершили самую большую ошибку в этой истории? Как вам кажется? Когда выиграл 230 тысяч? И вам стало казаться, что это всё слишком легко? Конечно. Я привыкла доверять людям. Я всегда думала, если я с людьми честная, то со мной тоже честная. И я не могла подумать, что такое может случиться. Бесплатным бывает сыр мышеловки. Всегда любые такие действия, они очень плачевно оборачиваются. Если вы хотите спокойно жить, спокойно спать, можно пережить без лишнего куска хлеба, колбасы, на что не хватает денег, элементарно мужаться, но никогда не связываться с этими людьми. Никогда, ни при каких условиях. Я отчётливо помню эту ситуацию, когда я просто в семье сказал, мне спросили, чем ты занимаешься? И я сказал, я коллектор. Вся семья возмущается, бабушка на кухне плачет. В принципе, ситуация такая. Кто любит кредиторов? Никто не любит кредиторов. Потому что ты берёшь чужие, а возвращаешь свои. Это всегда так. Да, золотой правиль. Это всегда так. Ещё раз говорю, я это понимал, что это такая кабала, из которой практически невозможно вылезть. Я всё равно влез в это. И это абсолютно… Я не знаю, сейчас, оклядываясь назад, мне очень сложно понять, почему я это сделал. И я хочу предостеречь именно людей, потому что это кажется… Через десять минут деньги на карте, через два дня дашь. Но это так не работает абсолютно. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Если честно, я не хочу сбиваться ни в дешёвое норовоучительство, типа «бесплатный сыр, только в мышеловке», ни в алармизм. Ну, про то, что кругом мошенники, нас обманут, все наши деньги украдут. По статистике, большинство заёмщиков возвращают всё в срок, и ничего у них не крадут. Так что ситуации бывают разные, случаи бывают разные, нет никакого общего рецепта. Лично у меня, если есть вывод, то он про то, что нужно про этот рынок и про все эти житейские истории, истории людей рассказывать как можно громче и больше. Вот что мы сейчас и сделали с вами. Знаете зачем? Чем больше шума, тем больше у людей, которые принимают решения, мотивации начать регулировать этот рынок по-настоящему. Не ту его белую часть, про которую мы уже сегодня рассказали, а по-настоящему рынок с чёрными кредитами, чёрными процентами, чёрными коллекторами, с залогами машин, квартирную, всё, что вы сейчас слышали. И в этом нет ничего невозможного. У нас же в стране отрегулировали рынок банковского кредитования или рынок переводов денег через мобильный телефон. Всё отлично работает. А как только речь заходит об МФО, мы страна третьего мира. Нет, всё-таки одно норовоучение я себе позволю, друзья мои. Чего точно не надо делать. Это не надо идти в ставки. Потому что это казино, которому вы гарантированно проиграете, а потом пойдёте за микрозаймами. Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова